МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На что обратить внимание родителям, чтобы не пропустить заболевание, и как ставит диагноз врач? Мы будем говорить об этом сегодня. В студии у нас Наталья Астахова, ортопед-травматолог частной практики. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Вообще, говорят, что остеохондроз – это болезнь взрослых. Некоторые даже вообще ставят под сомнение, есть ли такое заболевание. Вот что скажете? Ну, ставит под сомнение тот, кто ни разу не болел, скажем так. По статистике, каждый пятый человек в возрасте старше 25 лет испытывал хотя бы один раз эпизод боли в спине. Если мы говорим о мировых тенденциях, то в развитых странах на оплату больничных листов, связанных с остеохондрозом и с болями в спине, порой уходит больше из финансовых средств, чем на лечение некоторых онкологических заболеваний. А сколько страданий? А страданий много. Причем, когда я училась в институте, нам на всех кафедрах говорили о том, что сифилис – обезьяна всех болезней, и вот подо всё маскируется. Но когда я стала ортопедом, я поняла, что… Остеохондроз подо всё маскируется. Остеохондроз – это настолько там многоликая обезьяна, которая очень часто имитирует и боли в сердце, и боли в животе, и мурашки, которые бегают по коже. Если мы говорим о шейном остеохондрозе, то наши пациенты слышат какие-то звуки, ощущают, что по ним ползают насекомые, у них портится зрение, у них нарушается процесс глотания. То есть к какому специалисту идти, и как же догадаться, что это всё-таки позвоночник, это бывает достаточно тяжело. Так что же такое остеохондроз? Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника и его тканей, которое сопровождается болевым синдромом и нарушением движений в позвоночнике. А теперь по-русски. Переведёмся по-русски. Если мы говорим вообще, где начинается остеохондроз и что болеет, это наши межпозвонковые диски, которые ограничивают с двух сторон позвонки, и по сути это позвонковый сустав. То есть это место, где осуществляется движение в позвоночнике. И позвоночник – это такая большая длинная цепочка, очень сложная, цепочка, соединённая из суставов мелких. Но если мы говорим о суставах конечности, то всё-таки есть прерыв, прерывание вот этой полосы движения за счёт суставной щели. В позвоночнике этого нет. И за счёт этого, если болеет один диск, всегда соседи его берут на себя функцию, и при выключении функции одного межпозвонкового диска начинают достаточно серьёзно страдать соседи. Такая гусеничка, да, которая очень сильно прямо связывается. Причём эта гусеничка имеет изгибы, эта гусеничка очень активно движется в разных плоскостях. Внутри этой гусенички находится спиной мозг, который обеспечивает активные движения, чувствительность, по сути нашу двигательную активность на протяжении всей нашей жизни. И если мы говорим о том, что внутри спиной мозг, из него выходят корешки спинномозговых нервов, и они пошли к голове, к шее, к конечностям. Ну, правда, древо жизни, да? Да, ко внутренним органам, ко всем, к органам таза и к нижним конечностям. То есть мы окутаны нервными стволами, нервными корешками со всех, со всех сторон. И если мы говорим о межпозвонковом диске, это не просто прослойка хряща, вот как кусок пенопласта, да, какого-то. Это сложная структура, ну, условно. Внутри находится пульпозное ядро. Вот это что в данном случае? Вот шарик желтый. Нет, я понимаю, что это шарик, но он сейчас что нам демонстрирует? Он нам демонстрирует межпозвонковый диск, грубо. Внутри пульпозное ядро, оно полужидкое у детей, оно достаточно мягкое, оно упругое, и все это дело замыкается вокруг. Вот эта резиночка, она не тоненькая, а на самом деле вот как раз она во всю толщину диска. Это те фиброзные волокна, которые по кругу этот диск замыкают. И вот так примерно будет выглядеть диск новорожденного ребенка. Давайте, может быть, я подержу. А уже вот так будет выглядеть диск взрослого человека. То есть в размеры, в соотношении между собой они, конечно, разнятся. Почему? Потому что при процессе вертикализации усиливается нагрузка на межпозвонковый диск, увеличивается масса костной ткани, то есть позвонки начинают преобладать над высотой дисков, и теряется драгоценная жидкость. Количество жидкости, элементарной воды в организме становится меньше. И если у нас ребенок лежит, диск достаточно упругий, и пока он активно ходит и совершает большое количество движения, вот эти вот постоянные колебательные движения диск у нас хорошо может компенсировать. Когда ребенок подрастает, то есть он становится подростком, нужно говорить о том, что... Или взрослым человеком. Нужно говорить о том, что наш позвоночник очень любит два положения. Положение лежа, правильно, когда мы полностью расслабляемся, поэтому после рабочего дня, после того, как мы длительно сидели или носили тяжести... Ну и полежать – это хороший отдых. Полежать, расслабляться, либо поплавать. Опять-таки лежа, водная среда, диски максимально приобретают ту высоту, которая возможна. Положение стоя, когда небольшая нагрузка на межпозвонковый диск. Самое неблагоприятное положение – это положение сидя. Особенно сидя, когда мы сидим неправильно, диск максимально сплющивается. Если мы сидим в неправильном положении, мы прогибаемся в пояснице, проваливаемся в развалочку, то наши межпозвонковые диски расплющиваются вот до такого состояния. Естественно, он расползается во все стороны. То есть вот эти вот фиброзные волокна, они натягиваются максимально. Если мы резко поднимаем какую-то тяжесть, если на нас кто-то напрыгивает в виде шалости, если мы совершаем резкое движение, либо акробатические движения, то это будет вот так. Понятно, что предел прочности фиброзного кольца, он высок, но тем не менее. Вот постоянное вот это заканчивается тем, что вот эти фиброзные волокна, они разрушаются, они разрываются, они становятся неравномерно натяженными, меняется тонус. И заканчивается это все дело вот этим. Диск становится неоднородным по своей структуре и формируется… То есть это не просто такой шарик? Не просто такой шарик. Это вот модель. Во-первых, он становится ниже по высоте, а во-вторых, это модель того, как формируется грыжа. Вот вам, пожалуйста. То есть грыжа – это когда, грубо говоря, вот прям выпячивается и вылезает? Выпячивается и вылезает. И вот так вот оно вылезает. То есть человек поднимает резко тяжести на даче, например, или в тренажерном зале. Оп! Так. Сформировалась резко грыжа. Острый болевой синдром. Нога повисла, рука может быть повисла. И теоретически это может произойти в любом отделе? От шейного до поясничного, в любом. То есть и развивается вот эта неврологическая симптоматика, острый болевой синдром, который требует лечения, иногда операции. То есть порой люди ходят с вот такими выпячиваниями в разные стороны. Достаточно длительный промежуток времени, конечно, это причиняет огромное страдание. И иногда бывает ситуация, когда человек не лечится, не обращается, имеет избыточную массу тела длительно. Крайне скудное питание. Не скудное в плане объемов и разнообразия, а скудное в плане полезных структурных веществ для наших костей и суставов. То потихонечку, потихонечку, потихонечку диск сохнет, 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 уменьшается в размерах. То есть этот шарик у нас тоже здесь не случайно? Не случайно. А, или он еще нужен? Нужен. Позвонки сначала держат свою форму, то есть они анатомически не изменяются. С годами течет процесс воспаления, и диск уменьшается по форме, он распластывается в разные стороны. И на позвонках начинают вырастать такие вот колючки, называются они остеофиты. Для чего? Для того, чтобы увеличить площадь контакта с диском разрушенным. И вот эта вот такая конструкция, где-нибудь еще грыжа торчит, и при движениях остеофиты начинают тереться друг от друга, это кость. Боль невозможная. Иногда остеофит может отломиться, и вот эта костная иголка лежит в тканях, впиваясь в мышцы, в связки, представляя для себя, для пациента источник боли, которая не купируется ни в каком положении. Это достаточно тяжелое состояние. И в тяжелых случаях остеофиты начинают срастаться между собой, диск начинает резко уменьшаться в своих размерах, превращается в хрящевую пластинку. По сути, позвонки срастаются. Движения нет. Потому что нет диска. И позвоночник в этом отделе, в этом сегменте уже не работает совсем. Наталья, вот смотрите, очень хорошо, очень понятно, вы рассказали природу того, что может происходить, когда с таким заболеванием остеохондроз. Ну вот мы, наверное, сегодня уже никак не успеем рассказать о каких-то моментах, связанных, что же делать, что же со всем этим делать. Но все-таки очень важный момент, на котором мы, все-таки мне хочется, чтобы мы о нем сказали. На что обратить внимание родителям, чтобы понять, что с ребенком что-то не так? Родителям следует, во-первых, обратить внимание на тот образ жизни, который ведет ребенок. И с раннего возраста приучать его к гигиене труда. Гигиене отдыха, что не надо сидеть за уроками 6 часов подряд. Гигиене движения, я бы еще тоже добавила. Должны быть прогулки, должен быть спорт, должна быть лечебная физкультура или гигиеническая гимнастика. Ребенок, безусловно, не должен заниматься тяжелым физическим трудом. То есть айда копать картошку на дачу к бабушке – все-таки не самое лучшее занятие для ребенка. Тяжелая атлетика – это спорт не для детей и даже не для подростков. Организм еще не окреп. У ребенка должно быть правильное питание и правильный водный режим все-таки. Ну и то, что касается профилактики. Я думаю, что в одной из следующих программ мы вернемся к этой теме и поговорим о том, действительно, на какие симптомы, может быть, там, болевые, да, симптомы внешние обратить внимание родителям. И самое главное, как же лечится это заболевание, лечится ли оно. Я думаю, что все-таки прогнозы могут быть и утешительными тоже. Обязательно, да. Важно просто во время это заметить. Ну, на сегодня ставим, точнее, не точку, а, наверное, многоточие. В студии у нас была Наталья Астахова, ортопед-травматолог частной практики. Мы говорили о том, что такое остеохондроз.